Участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта, блокадники Ленинграда, репрессированные, собрались за праздничными столами, чтобы в великую дату, 70-летие освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, почтить память павших воинов и сказать спасибо мирным жителям, всем, благодаря кому была завоевана победа в страшной войне. В сентябре 1942 года фашисты ступили на Анапскую землю, а оккупировав Анапу, они принялись за ее укрепление, как важного порта на Кавказском побережье. В городе были сконцентрированы большие воинские соединения румын и немцев. За малейшие нарушения комендантского часа следовали жесточайшие репрессии. Впрочем, расстреливали, вешали, убивали и без этих, так называемых, нарушений. Зверством фашистов не было предела. Председатель Анапского совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Гапонов отметил, присвоенное Анапе высокое звание «Город воинской славы» – это заслуга всех, кто приглашен сегодня на праздник. Всегда, когда немцы кричали «Русские сдавайся», независимо от национальности, Адыгеи, Саминин, Узбек, Грузин, кричали «Русские не сдаются», потому что это была единая русская семья, единое многоциональное государство. Сегодня трудно поверить в то, что дети, едва научившись читать и писать, начали войну помогать фронту наравне со взрослыми. Работая в поле, на военном заводе, в госпитале, они приближали День Победы. Мне было 16 лет, и я работала заведующей детским садом. И дети были круглые сутки у нас. Мы для них были все – и мама, и папа, и няня. Мама я осталась, когда мы уже 20 лет война началась. И вот я вот выросла, и папа, который на войну погиб в Кунградской битве. Остались мы в войну без отца, пятеро детей. Мать нас в приюты, в детдомы не отдала. Одна нас поднимала. Участники праздника выразили огромные слова благодарности старшей по дому Горького-2 Галине Алексеевне Денисовой. За организацию такой теплой встречи. На протяжении 30 лет она собирает их вместе. Поздравил Анапчан с Днем Города и директор сети аптек «Лаванда» Анатолий Дженгрян. С удовольствием хочу быть причастным к сегодняшнему поздравлению. Я хочу пожелать вам здоровья. На самом деле пусть много-много будет у вас здоровья. Пусть в этой жизни все будет у вас хорошо. Сеть аптек «Лаванда» совместно с фирмой «Магнолия Мед» подготовили для ветеранов и участников войны подарки – тонометры. Ведь в преклонном возрасте, что греха таить, у многих гипертония. А с таким подарком артериальное давление теперь всегда будет под контролем. 70 лет освобождения любимого города от фашизма. Эта дата занимает особое место в сердце анапчан – тех, кто понимает цену мира и превыше всего ставит честь и свободу Родины. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.